Стефано Джентилья становится в розыгрыш Чинчарине. Тянул лямку основного разыгрывающего, даже на площадке нет. Алисандро Джентилья, вот какое попадание. Попадает Джентилья с дальней дистанции, но получает небольшое повреждение и показывает, что нужна ему замена. По крайней мере, такое первое движение весьма... Что здесь произошло? Не видим мы ног. Ах, момент приземления. Может быть, на ногу соперник у Джентилья приземлился. Да, видите, ой, невероятно больно. Даже если обходится без переломов и разрывов связок, нога распухает мгновенно. И в этой ситуации никак, каким бы ты мужественным человеком не был, ты не можешь продолжать. Если всей массой тела подлетел, ну, ладно, я не доктор, диагноз заставить неуполномочен, но вот просто поверьте на слово, это невероятно больно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодцы. Болельщики. А Джентилья тут, похоже, не исключено, что легким испугом отделался. Да, он прихрамывает, да, там распухнет, но, похоже, самого страшного удалось избежать. Своими ногами Джентилья покидает площадку. Плюс два у итальянцев. Тем временем за две минуты 20 секунд до окончания этой встречи. Вот и Чинчинари возвращается, Чинчарини, возвращается на паркет. Мог создать неприятности, ворвавшись в трехсекундную зону. Смотрите-ка, Джентилья уже на паркете. Ну что? Нужен он своей команде на площадке? Да, несколько лимитирован он сейчас будет в своих перемещениях. Передачу он отдавать может. Смотрите, что творит Кузин. С фолом забрасывает после передачи как раз Александру Джентилья. Не зря возвращался. Пятый фол получает Евгений Воронов. Кузин вплотную, как мне абсолютно оправданный. Вход. Даже не поздновато ли. Кузин точен. И вот девятое очко в этом матче плюс гаид. Чинчарини. И теперь уже вообще некуда итальянцам торопиться. Они владеют преимуществом. Они играют от соперника. Джентилья в проходе. Очередные очки набирает. 19-ти у него набрало. В общем, кстати, болельщики включаются. Орадори выручает мяч Джентилья. Ну, тут. Бумпуа чудотворца уверенно себя чувствует. Но до боковой. Серия заслонов. Джентилья. Мяч получает. На Джентилья тут же фолят. Максимально аккуратно. Ну, тут выбирать особо-то не приходилось. Опять же, Джентилья поднимает сладко Евгений Пашутин. Джентилья. Это все-таки засосало мяч после его броска. Плюс два. У итальянцев 65-63. По-прежнему не дают Евгению Пашутину произвести эту замену. Если Джентилья забьет, он опять же тайм-аут предстоит брать. А Джентилья мажет. Мажет Джентилья. И последняя атака российской команды. Зубков, Воронов. Дальний бросок Юджина. И не достигает он цели сборная Италии. Выигрывает со счетом 65-63. И наши парни терпят второе поражение подряд в этой квалификации, загоняя из себя практически безвыходное положение.